Радио 54 Первое. Областное радио. Что делать? На каких эмоциях себя ловить и перенаправлять их, вполне возможно, в иное русло? Как правильно реагировать на этот информационный поток? Ну, здесь сразу два момента. Первый. Одним из факторов страха является контекст. Это что значит? Естественно, ну, вся ситуация, которая есть, и сейчас об этом говорят все, нужно для себя понимать, что если я переживаю больше, то это потому, что об этом говорят очень много, много действий с этим связанных. И это, конечно, может усиливать общую тревожность. Второй момент – это эмоциональное заражение. Если вокруг вас люди достаточно спокойно реагируют, то и вам будет спокойнее. Если вокруг вас люди начинают переживать, эмоционально реагировать, беспокоиться, какие-то активные действия предпринимать. Ну, вот, к примеру, человек заходит в один из гипермаркетов за хлебом и видит пустые полки. И бегущего мимо соседа с огромной корзинкой. С тележкой, да. С тележкой полной, да, да, да. У него маска на лице и 6 килограммов гречки. Вот это влияет, правда же? Конечно, конечно. Это называется эмоциональным заражением. Это очень важный механизм. Он нам нужен для того, чтобы жить хорошо с окружающими. Но в такие моменты он может сыграть злую шутку. Особенно ведь люди тоже разные, да. У кого-то там есть собственное мнение, кто привык больше ему доверять, а кто-то вот поддается... А это связано от особенностей нервной системы. И как раз ученые определили, что люди, у кого более, скажем так, слабая нервная система, кто эмоциональнее реагирует, кто менее устойчив, ну, внутренний стержень не такой может быть крепкий, вот они больше подвержены тревожности. Если вы за собой такое замечаете, то вы можете себе просто сказать. Но это мои особенности, поэтому мне нужно так подышать, успокоиться на самом... Да-да-да, какие-нибудь капельки успокоительные. На самом деле ничего такого нет, но это моя индивидуальная особенность. А может, просто чтобы не волноваться, пойти и купить этой гречке 3 килограмма, и уже расслабиться, да? А может быть, и купить с гречкой... Инвестировать в собственное спокойствие. Ну, подумайте, сколько ее реально нужно, чтобы потом не пришлось выбрасывать. Важный момент, друзья, если у вас, Екатерине Веселовой, есть вопрос нашему психологу, можете написать его до 10 утра. Мы принимаем вопросы и моментально отвечаем. Наш ватсап 913-381-0554. Это как эмоциональное заражение, дальше, ракурсы этой истории. Ну, совершенно точно, что если у нас тревожность очень сильная, то это влияет отрицательно. Исследований очень много, тема популярная уже с давних пор. И работе мешает, человек не может сосредоточиться на том, что делает. И учебе мешает детей, и общению с близкими. Всех убрали по домам. А, нет, не поэтому. Но вот для родителей очень важно, что дети с них берут пример. И если родители начинают проявлять эту тревогу, беспокойство активно, очень, то и дети будут беспокоиться. А, соответственно, они могут вырасти тревожными личностями, и потом на все вокруг реагировать более тревожно. Ну, правильная тогда получается грамотная реакция сейчас на происходящее вокруг с точки зрения психологии. Как правильно реагировать, смотреть и относиться? Наверное, очень важно знать, а как вообще тревога развивается. То есть она проходит несколько стадий. Первое, это у нас идет такое ощущение внутренней напряженности. Когда начинаем чем-то беспокоиться немножко, нервничать, легкий дискомфорт. Вот, наверное, когда только первые упоминания пошли, многие ощутили это. А следующее, это, следующий этап второй, когда, он такое название носит специфическое, гиперстезия. Когда, да, много всего соединяется вместе, и мы начинаем на то, что раньше было незначимо, реагировать как на очень значимые моменты. Вот если бы раньше прошли в магазин, какие-то полки пустые, ну какая мысль? Ну, еще не успели расставить. Наверное, акция была. Может быть, акция какая-то была, да. То сейчас, если человек видит пустые полки, он начинает думать, да, магазины скоро могут закрыть. Вот это как раз об этом. Если начали переживать, и вот много этих моментов замечаете, значит, вы на второй стадии развития тревоги. А третье, это когда раздражительность появляется, вот, большая. И весь эмоциональный фон, он начинает быть окрашен негативно, чтобы не происходило. Большинство родителей, которых я видела, вчера реагировали спокойно, дети вообще счастливы. Но некоторые начали раздражаться. А что? Почему? Зачем? Вот, наверное, люди уже на третьей стадии развития этой тревоги. Мне кажется, это те люди, которым просто детей не с кем оставить. Тут тоже важно. Да, ну, школьники более самостоятельные, поэтому детские сады пока не закрывают. Но мы будем надеяться, да, на то, что все-таки детские сады не трогают. Там на сегодняшний день, по-моему, свободное посещение оставлено. Да, конечно. Родители вправе выбирать, и это тоже может снизить тревожность, вот это беспокойство. Потому что я могу управлять ситуацией. Я могу повезти ребенка, могу не повезти. Управление ситуацией, оно помогает снять тревожность. Ну, вот есть вещи, которые мы можем делать. Дальше идет нарастание. То есть тревога нарастает, ощущение неопределенной угрозы. Потом эта угроза конкретизируется, тревога перерастает в страх. Ощущение надвигающейся катастрофы. Если вы это начали чувствовать, то уже зашкаливает. Дальше начинается паника. Конечно, этого никак нельзя допускать. Поэтому... А как этого не допускать? А как этого не допускать? Ну, первое. То, что мы говорили с вами в прошлый раз, когда говорили про стресс, про эмоциональное выгорание. Остановиться и осознать. Вот я начал переживать. Подумать. Выйти из гипермаркета, в конце концов. Или что-то себе купить, то, что успокоит, например. О, да. Я даже знаю, в каких отделах это продается. Шоколадки. Конечно. Говорит большинство. Смотрите. И есть несколько способов, которые помогают снять вот это повышенное эмоциональное реагирование. Ну, остроту эмоции. Первое – это сознательно сделать. То есть с помощью мыслей продумать, насколько это реально, действительно. Ну, а человек, неужели, может действительно объективно оценить, насколько реален коронавирус? Ну, понятно же. Ну, смотрите. Вы можете посмотреть вокруг. Вокруг меня есть те, кто заболел, и те, кому поставили этот диагноз. И какой по счету этот коронавирус объявленный, да? Да, да, да. В прошлый раз пронесло, да и сейчас тоже. Соответственно, например, вот от гриппа каждый год прививают. Есть те, кто прививается, есть те, кто не прививается. Болеют и те, и другие. Там если статистику посмотреть, там все гораздо хуже. Поэтому здесь вот сознательно, опираясь на свой опыт, подумать. Рационально аргументированно. Да, это первое. Вопрос только в том, что когда у тебя уже паника, ты уже рационально мыслить-то не можешь. Ну, подышали. Далее мы вспомним, что в прошлый раз как раз говорили о том, чтобы если вдруг накатило, то нужно подышать, если нас захлестнули эмоции. Ну, обычно дышим перед тем, как накатить, да? Вот. Второй способ – это двигательная разрядка, то есть движение. Ну, начните что-то делать. Не знаю, дома поубирайтесь, переключитесь. Третий – это переключиться на другую эмоцию. Конечно, лучше, чтобы это были положительные какие-то эмоции. И вот здесь очень пригодится смех. Это научно доказано, что смех снимает ощущение тревожности. Даже есть такая наука, правда, редко они упоминают, гелотология. От слова «гелос» – смех. Ты обхохочешься прям, да? Да. Серьезно. Моментально меняется состояние. У каждого свой, допустим, какой-то источник. Да, кто-то любит папашу волю, кто-то смеется под Познера и имеет на это право. Вот нужно просто выбрать того, кто тебя вдохновляет на эту эмоцию, найти его в интернете и пересмотреть видео. Хороший фильм посмотреть, хорошая комедия. У меня ребятишки стали регулярно рассказывать шутки про коронавирус. Вот. Я думаю, как раз. Это разрядка, конечно. Вот эта разрядка. А сколько в интернете сейчас ходит трех картинок? Да, сейчас, да. А вот поэтому… А реально смешные ведь, да? Это реально смешные. Поэтому люди и делают репосты подобных мемов, потому что позволяют немножко отдышаться, да, посмотреть в сторону. В первую очередь самому себе, да. И самому себе, да. Ну и проверить, окружающие на той же волне или нет, или не понимают. И переключиться на другие эмоции, конечно, помогает музыка. Вот, кстати, о музыке подробнее. В наших соцсетях и в Инстаграме, и ВКонтакте сегодня появится очень интересный документ. Кать, расскажите, что за документ. Я думал, ты сейчас скажешь, что к музыке мы вернемся после рекламы. Секундочку. Проводили исследования. Конечно, все исследования по музыке проводят на классической музыке. Может быть, когда-нибудь и современную тоже обработают. И вот есть музыка, которая выраженно меняет состояние человека. Меня вот, например, Ирина Каллегрова очень меняет. Она может. Да. Своё собственное предпочтение каждый, конечно, знает или может поэкспериментировать. Но вот на классической музыке есть прямо рекомендации, какую музыку можно включить для того, чтобы снять напряжение. Чтобы надвою увеличить. В том числе. Наверное. Но я всё-таки как-то по людям больше специализируюсь. Катя, речь в таблице идёт о конкретных композиторах и названиях этих музыкальных историй. Это конкретные музыкальные произведения. Перечень музыкальных произведений мы обязательно выложим в группе ВКонтакте «Радио 54». Первое. Областное радио.